ДАСС ИСТОМОС Здравствуйте! Это программа «Квартирный вопрос». Я Наталья Мальцева. Семья наших сегодняшних героев Елена и Дмитрия Ефимовых дважды военная. Дмитрий – подполковник ВДВ, Елена – сержант. Познакомились при исполнении служебных обязанностей. Дмитрий, тогда еще молодой лейтенант, сразу по прибытии в полк был отправлен на прыжки с парашютом. Там ее увидел Елену, которая тоже сдавала норматив. Прыжок для обоих получился затяжной. От первого знакомства до свадьбы Дмитрия и Елену отделяли целые шесть лет. Лена говорит, что семья – дело серьезное. Чувства нужно проверять. Доказательства успешной проверки налицо. Шестилетняя Варя, трехлетний Тима и двухгодовалый Святослав. Дети подполковника и сержанта любят играть в десантников и мечтают о прыжках с парашютом. Все прыгают, а я прыгаю. Мне никогда не страшно. Если ты говоришь, что никогда не страшно, то тебе ничего никогда не страшно. Волк, Тим, ты боишься? Ах, да. Лена и Дима считают, что дети – их главная семейная ценность. В садик малышей не отдают принципиально. Родители не хотят пропустить ни одного дня их детской жизни. Ради детей Лена оставила службу писаря-чертежника в разведывательном полку ВДВ и повесила в шкаф военный китель. Но не оставляет надежду вернуться в строй. Не устает вспоминать, что военной формой гордились и ее дед-артиллерист, ветеран войны, и отец, подполковник танковых войск. После службы, приходя домой, он ее не снимал. И он брал меня за руку, и мы шли гулять. И мы шли по городу, и мы с ним распевали военные песни. Потому что в те времена, в 70-е годы, носить форму было престижно. Я думаю, что времена, когда это вернется, наверное, скоро придут. Дмитрий родился в селе Яблоневый овраг Самарской области. В его семье военных не было. Однако в 10-м классе он принял решение поступать в Рязанское высшее командное училище ВДВ. Чтобы подготовиться к службе, раздобыл кирзовые сапоги и бегал в них по 7 километров в день. Сейчас Дима подполковник, служит в штабе ВДВ. И хотя любви к армии не потерял, все-таки не так давно принял непростое для себя решение. Увольняться и искать работу, которая лучше оплачивается. Жалко уходить из армии. И если бы оплата была более достойная, даже вопросов бы не было остаться в армии и продолжать служить дальше. Лена и Дима говорят, что военная выучка и дисциплина очень выручают в повседневной жизни. Любые домашние проблемы воспринимаются как задача и только. Когда в выходной маме нужно выспаться, папа умеет по-военному быстро увезти детей на прогулку. Вот недавно Лена даже смогла найти время на исполнение давней задумки. Вместе с дочерью Варей украсила стену кухни великолепной картинкой. Ну это семья побратимов из Африки. Вот видите, здесь папа с сыновьями и мама с дочкой. Они тоже носят камуфляж. И для нашего северного окна, в общем-то, самый подходящий пейзаж Африка. Солнце, тепло. Даже если внезапно нагрянули гости, а такое у Ефимовых случается, растерянности в многодетной семье не наблюдается. У них всегда на готове фирменный рецепт. Пицца по-русски. В ход идет все. Особенно хорошо себя показали летние-осенние заготовки, грибы и овощи. Чтобы испечь эту вкусную пиццу, нам измазаться в тесте пришлось. Может, попробуй и удивиться все, кто смотрит квартирный запрос. Ну вот, в общем-то, и все, что требуется от героев нашей программы. Появиться, рассказать о себе и попрощаться. Готовы прощаться, Дима? Готовы. Да? Готовы. Волнение есть? У меня есть волнение. А, вот и будем есть. У Лены нет. По поводу чего волнуетесь? Ну как же, покидаю свой дом, оставляю. Непонятно. Непонятно, что будет. Вдруг переделывать придется. Ну, хотя бы ясно, что переделка ограничится вот этой комнатой. Да? Только это успокаивайте. Да, дальше не пойдем. Лена, ну, а у вас какие ощущения? Чего бы хотелось? Вы знаете, у меня ощущение предвкушения, как у ребенка, праздника, подарка, удивления. Я думаю, что все будет отлично. Я в этом уверена. И я ожидаю, что это будет комната уютная и современная, и далека от стандартов. Так хочется уйти от обычной. Чего-нибудь новенького, да? Да. Ну, это мы вам гарантируем, а все-таки вот по стилю, есть ли у вас какие-то предпочтения или то, что вы не любите? Пусть будет все, что угодно, на самом деле, да. Открыто для всех предложений, да? Хотелось бы, чтобы светло было. Светло, чтобы не было вот такого темного помещения, да? А скажите, ну, а по функциям, вот что происходит в этой комнате? Для чего она? Ну, эта комната, здесь мы принимаем гостей, вот, и если кто-то задержался, то чтобы они могли здесь расположиться на ночь. Ну, вот у вас есть какие-то планы, я так понимаю, поскольку дети подрастают, у вас их трое, девочка и два мальчика, а как в связи с этим эта комната будет работать? Скорее всего, мы пожертвуем своей комнатой, своей спальней. И таким образом вы перейдете сюда, в эту комнату, и это будет ваша спальня в том числе, да? Да. Гостиная спальня. Ну что же, это нам тоже придется учесть. В общем-то, все понятно. Вы открыты для всех предложений, у нас есть уже определенные предложения, которые вы одна тоже увидите, когда уже вернетесь. Мы открыты тем ветрам, и какой из них к нам залетит, мы узнаем позже. Да, ну посмотрим все-таки, понравится вам или нет, а сейчас давайте прощаться. Давайте. Ну, всего хорошего, до свидания. Всего хорошего, до свидания. Куда мы вас выселяем, скажите, пожалуйста. Мы будем гостить, у друзей и у родственников. К друзей и у родственников, да? А еще у нас стоят прыжки с парашютом. Прыжки с парашютом. Да. Постараемся это снять. Всего хорошего, до свидания. Всего доброго. Пока, пока, Валя. Счастливо. До свидания. Пока, Тима. Итак, вот она, наша гостиная. Какие ощущения, какое впечатление от территории? Хорошая гостиная, хорошая пропорция, светлая, очень такая... Ну, не вагончик, во всяком случае. Умена, конечно, очень. Да, даже немножко такое квадрат утяготения имеется. Чистенькая, мебели немного, так что у нас не много не придется. Да, и в этом смысле есть. Ну, в принципе, обычная. И наши герои сами сказали, что слишком все обычно, а хотелось бы чего-то необычного. Ну, мы освежим. Люди военные, приготовленные. Да, вы испытали еще одну, да, приготовили. Поэтому будем освежать. Что это будет? А будет у нас вот что. Мы заготовили такой вот эскизик, несколько футуристичным. Да, ну, как всегда у вас непонятно, где пол, где потолок, все смешалось. Будем работать с пространством, расширять его, раздвигать, трансформировать. Вообще комната будет как-то расформа. То есть будет подиум, который будет храниться в стене. То есть в смысле вот тех задач, которые нам обрисовали Дима и Лена, да, что это и гостиная, и спальня в будущем тоже, да? Да, здесь у нас нормальный диван, который раскладывается, превращается в нормальное спальное место. То есть вот как спальня вполне может использоваться это помещение. А кроме того, здесь можно и как игровое, и в принципе, можно даже танцевать, почему бы и нет. Ну, есть ниши, которые как-то прикроватные пункты используются, есть стеллажи, в которых есть место для секретера. То есть с точки зрения функции здесь все, несмотря на такое игровое, вот несколько необычное. Ну, почему это все-таки вот такой декор? Что вы имели в виду? Почему вот такое родилось? Ну, мы все-таки рассчитываем, что в дальнейшем профессия военных будет больше направлена не на... Освоение космоса. Освоение космоса. Освоение космоса. Освоение космоса. Освоение космоса. Надеемся, что дети, которые будут расти в этой семье, они уже... Уже сейчас начнутся... Уже начинаем их воспитывать. Ну что ж, интересная мысль, конечно, да? И декор такой вот необычный. Интересно, посмотрите, как это будет выглядеть в реальности. Посмотрим. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От старого окна избавляемся. Будем ставить новое пластиковое с двухкамерными стеклопакетами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По замыслу геометрия стены потолка в нашей футуристике в нашей футуристической гостиной должна получиться сложной. Из направляющих и фанеры мы соорудили каркасы под нишу и потолочную конструкцию, в которую будем встраивать свет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось обшить каркасы гипсокартоном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь шпаклюем мелкие неровности. Готовим стены и потолок к покраске. А одну из стен задумано украсить фреской. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приступаем к покраске. Потолочный короб покрываем матовой водоэмульсионной краской. Цвет называется фиалковый сюрприз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стены, но не полностью, красим в нежный салатный оттенок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На стену, где чуть позже должна появиться фреска с изображением неба, монтируем светодиоды. Они создадут эффект звездного неба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий этап – монтаж зеркал. Они серебряные, толщиной 4 миллиметра и вырезаны точно по нашим размерам и форме. Крепим их на жидкие гвозди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец, приступаем к монтажу фрески с видом закатного неба. Она займет не только стену, но и часть потолка. Полотна наклеиваем, как обои, на флезелиновый клей. Чтобы стыки были менее заметными, делаем края полотен неровными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот наши художники серьезно проработали с этой стеной. И получилась такая необычная, очень красивая стена и часть потолка даже занята фреской. Именно фреску здесь воспроизводили. Технология называется фреска, она даже запатентована. Суть ее заключается в том, что на флезелиновое полотно наносится тонкий слой штукатурки, а потом методом фотопечати можно нанести любую фотографию, любой рисунок. В нашем случае это фотография такого вот закатного неба. Ну и последний этап, это при помощи специального раствора делают вот такие трещинки, кракелюры, чтобы добиться полного эффекта фрески. Мы добавили еще лампочки светодиодные. Они обозначают, имитируют звезды на нашем закатном небе. Ну и вот эти ниши, они, как и было задумано, предназначены для пуфов. Каждый пуф вставляется как пазл в свою нишу и вынимается по мере надобности, если нужно разместить гостей, или просто хочется на полу посидеть. Противоположная стена тоже будет украшена, не совсем обычно. Там появится панно из струящейся воды. Ну а пока мы продолжаем обустраивать эту гостиную, я приглашаю вас побывать в Италии, в Тоскане, в гостях у знаменитого винодела, маркиза Ламберто Фрескобальди. Эти виноградники в нескольких километрах от Флоренции, как и многие гектары виноградной лозы в Тоскане, собственность маркиза де Фрескобальди. Это сам маркиз в пиджаке и белом воротничке объезжает свои владения. Не на коне, правда, а на мотоцикле. Он предпочитает лично осматривать лозу, в данном случае сан-джо-везе, самого типичного для Тосканы винного сорта винограда. Лозу необходимо стричь, и вообще ухаживать за ней, как за ребенком. Потом, попозже, надо будет пройти, оборвать листья, чтобы каждая гроздь была на солнце. Листья обрываются, чтобы гроздь освещалась солнцем, а в дождь и ветер орошалась и продувалась. Ненужные побеги тоже удаляются. Здесь две грозди. Одну придется снять и выбросить. То есть делается прореживание. Такая селекция довольно жесткая. Для чего? Ну, для того, чтобы мы открывали бутылку вина, и вино приносило бы истинное наслаждение. И тепло. Не только нашей земли, но и людей, которые здесь работали. В вине должны чувствоваться любовь и душевное напряжение. Раньше виноградники принадлежали отцу Ламберто. Еще раньше его дедушки, прадедушки. Всего 30 поколениям Фрескобальди. Так что любовь к вину и винограду к Ламберто перешла от предков вместе с винными погребами и настоящими фамильными замками. Один из них, Нипо Цано, заложен еще в 12 веке. С тех пор замок много чего претерпел, перестраивался, был разрушен во время Второй мировой войны и только несколько лет назад окончательно восстановлен. Реставрация была консервативной. Это значит, сохраняли все, что можно было сохранить. Полы уложены много веков назад. Поэтому, разбирая их, мы номеровали каждый кирпич и по окончании реставрации укладывали на прежнее место. Сделаны кирпичи из тосканской глины, которую обжигали при температуре 1000 градусов. После этого кирпич приобретает особую прочность и получает название Котто, от слова терракота, обожженная земля. Это, кстати, одна из достопримечательностей Флоренции. Недалеко отсюда есть городок Импрунета, известный своими печами для обжига именно таких кирпичей. Потолки мы не трогали. Балкам уже больше 500 лет, но они прекрасно сохранились. Просто используем льняное масло и средства от древесных жучков. Постоянно в замке никто из семьи не живет, а зато часто принимают гостей. Стол накрывается несколько раз в неделю. Сервируют просто даже по-деревенски. Клечатая скатерсть, белые тарелки, цветы и бокалы из стекла. По мнению Маркиза, пафос в сельской местности ни к чему. А вот свежая вкусная еда – это обязательно. Ветчина. Самое вкусное, что только есть на свете. Правда? А если на диете ветчину есть можно? Да, но не часто. А вы, я смотрю, похудели. У вас глаза стали больше. Нет, правда. А что сегодня у нас на обед? У нас запеканочка, потом клетки со шпинатиком и шницелечек из телятины. Значит, можно идти за стол. Напитки к столу винодел Фрискобальди всегда проверяет лично. Для чего нюхают пробку? Пробка привносит иной раз ненужные ароматы. Лучшая пробка – та, которая ничем, кроме вина, не пахнет. Иначе вино может быть испорчено. Наливаем вино в бокалы. Оно должно подышать, чтобы раскрыться. Сбалтываем. Если есть навык, это делается так. Если нет, можно поставить на стол. Так проще, вернее. В конце-то концов, результат один и тот же. Маркиз, с подобающей титулу неспешностью, показывает родовое гнездо. Анфилада комнат, гостиные, столовая с камином. Повсюду семейные фотографии. Красиво и с достоинством члены семьи позируют для потомков. Вот очень милая фотография. Все женщины нашей семьи. Моя тетя, сестра, жена, мама, еще тетя, двоюродная сестра. Словом, очень важные персоны в нашем доме. Интерьеры почти музейные. В оформлении старательно придерживались симметрии и, не скупясь, размещали живопись. В этой парадной гостиной интерьер выстроен вокруг камина. Справа и слева от него одинаковые по форме дверные порталы, диваны, кресла и торшеры. В соседней комнате такая же классическая композиция вокруг дивана. А в следующей в центре не только диван, но и фамильный герб. С обеих сторон консольные столы, картины и лампы. Оживляют интерьер цветы, поленья в камине и подставка для дров, сделанная из бочки. Здесь все говорит о том, что это гостиная виноделов. Когда бочка старая, в нее больше нельзя наливать вино, ее распиливают пополам и используют для хранения дров. Такая маленькая экономная хитрость. Гордость хозяев именитые гости. Они не только дегустируют вина, но и трудятся на семейных плантациях. Это принц Чаррис. Он сажает оливковое дерево. Очень трогательная сцена. Каждый год мы отсылаем ему бутылку масла с этого дерева. А вот грамота в память о визите сюда королевы Нидерландов. Она, кстати, своими руками посадила виноградную лозу. А это Майкл Дуглас и Кэтрин Зетта Джонс. Кстати, она англичанка, но прекрасно разбирается в итальянских винах. Но настоящая жемчужная замка. Ламберто Фрискобальди считает погреба. Здесь все вина бронятся в дубовых бочках из Франции. Вот, смотрите, здесь надпись «Средняя обжарка». Причем здесь обжарка, при том, что все бочки обжигают изнутри. Дело это непростое, прямо-таки деликатное. Обжарка может быть сильная, средняя и слабая. В зависимости от степени обжарки вино приобретает различные качества. Недалеко от замка дом, в котором Ламберто вырос. Из всего дома он разрешил нам показать только две детские. Они сохраняются такими, какими Маркиз вспомнит их с детства. Он говорит, что сохранять историю семьи в интерьерах – это очень сентиментально и очень по-итальянски. Это моя комната. Здесь я рос до 12 лет. Мне рассказывали, что перед тем, как меня привезти в комнату, срочно покрасили в небесно-голубой цвет – цвет мальчика. Здесь две кровати на случай, если останется ночевать кто-нибудь из друзей-приятелей. За этим столиком я занимался. В ящичке у меня лежали карандаши, ручка. Это были годы начальной школы. А вот еще комод. Знаете, ведь у мебели есть свой голос, когда открываешь ящик или дверцу. Когда я слышу этот звук, я вижу себя маленьким мальчиком. У всего есть душа. Рядом с детской – ванная комната. В ней минимум современных технологий, зато есть типичный для Тосканы деревянный шкаф под умывальником и даже старинный кувшин. Этот кувшин из нашей прошлой жизни. Когда-то люди умывались именно так. Водой из кувшина поливали над тазиками. Он, конечно, симпатичный. Здесь нарисованы цветы, но умываться удобнее все-таки из-под крана. У нас большая ванная, признаться, даже очень большая. Здесь есть все – душ, ванна. Здесь есть даже диван. Хочешь – посиди, поболтай прямо в ванной. Хорошая ванна, скажу я вам, дает очень мощный заряд положительных эмоций. Вторая детская принадлежала младшей сестре Ламберте. В ней все традиционно. Балки выкрашены в белый цвет, потолок расписан простым растительным узором в тему изголовья кровати и обивки кресла. Такой потолок придумала моя мама. Она всегда внимательно относилась к тому, чтобы наполнить дом красотой и продуманными деталями. И действительно, часто нужно совсем немного, чтобы вокруг стало красивее и приятнее. А вот забавный комод. У него ящики закрываются не по одному, а все сразу. Вот здесь сбоку – такое охранное устройство из прошлой жизни. Это старинный шкаф 18 века. Видите, здесь даже ручки нет, он закрывается на вертушку. В Италии всегда было стремление сохранить приметы прошлого. Ухаживать, чистить, хранить старинные вещи, живя при этом настоящим и будущим. Прошлое не должно связывать нам руки. Но и забывать его нельзя, оно многому учит. Квартирный вопрос переделывает гостиную для семьи военных. Сейчас начинается монтаж света. Источников, как и вариантов освещения в этой гостиной будет много. В зеркальные ниши закладываются светодиоды в прозрачной оболочке. За потолочной конструкцией размещается неоновая подсветка теплого белого цвета и ультрафиолетовый неон. В нишах на потолке – люминесцентные лампы. Еще один этап декора стен – белые полосы. Наносим их при помощи малярного скотча поверх зеленой краски. По задумке наших дизайнеров, этот прием должен объединить и упорядочить сложную архитектуру стен. Приступаем к укладке коврового покрытия. Сначала мягкая каучуковая подложка. Она увеличит шумоизоляцию и продлит срок службы покрытия. Да и ходить по нему будет мягче и приятнее. Теперь раскладываем сам ковролин. Он с высоким ворсом, сделан из полиамиды. Начинается монтаж водно-пузырьковой панели. Сначала крепим подложку, лист зеркального пластика, для придания конструкции дополнительной глубины и объема. Теперь саму панель из оргстекла. Емкость заполняется дистиллированной водой, чтобы на стенках не было осадка от кальция и других примесей. И вот она наша водяная стена. Водно-пузырьковая панель, замкнутая система на дистиллированной воде, тонкое немецкое оргстекло, практически никакого ухода не требует эта система. Подсвечена у нас она голубыми светодиодами. Такое вот космическое, футуристическое ощущение создает в комнате. По обеим сторонам от этой панели зеркальные ниши, которые тоже украшены светодиодами. Ну уж точно будет чем уделить наших героев, Лену и Дмитрия, тем более детей. А сейчас хозяева этой гостины находятся при исполнении, совершают тренировочные прыжки с парашютом. Здесь какой-то прыжок, я до сих пор не понимаю, как это все раскрывается, как это все распаковывается. Это ощущение свободы, ощущение неизведанности, когда кроме прыжка за спиной у тебя больше ничего нет. И надежда вся только на него, на тот прыжок, который ты сам уложил. После того, как узнали, что квартирный вопрос едет к нам, у Лена просто открылась второе дыхание. Она стала более такая живая, эмоциональная. Я уверена, что это будет уютно, и это будет соответствовать духу нашей семьи. Самое главное, можно так говорить, чтобы было побольше света, и было ощущение простора. Нам нужен спортивный, легкий, удобный вариант. Я думаю, что так и будет. Я чувствую это. Уже желающие записывать, мы уже присматриваем турникет, чтобы поставить перед входом дверь. Вот сейчас никак не можем сойтись на стоимость, какая будет за посещение. Мне нравится реакция людей. Я просто удивляюсь, когда взрослые люди вот так вот закрывают на 40 комнат. Правда, столько счастья, как будто не со мной происходит это. А именно с ними вы несете такую радость. Не только нам, но и всем, кто нас знает и кто окружает нас. Спасибо. Квартирный вопрос переделывает гостиную для семьи Ефимовы. Сейчас по плану монтаж двери и сборка мебели. Для экономии пространства мы ставим подвесную раздвижную дверь. По обе стороны от дверного проема монтируем мебельную систему под названием «Лофт». Тумба под телевесор из ламиней. Томбинированной ДСП серебряного цвета. На входе в нашу гостиную мы установили вот такую раздвижную дверь. Она держится на потолочной рельсе. Сама конструкция – это алюминиевый каркас и вставка из матового пластика «Белый лед». По обе стороны от двери стеллажи, модульная система, алюминиевые стойки. А на них крепятся уже всевозможные полочки и ящики. В нашем случае это стеклянные полки. А вот такие ящики со стеклянными фасадами в алюминиевых рамках. И ящики с глянцевыми красными фасадами. Все очень строго, лаконично в соответствии со складывающимся стилем нашей гостиной. У нас даже привычных портьер здесь не будет. Вот сейчас будем крепить на окно ролл-штору на некой карнизе, которая управляется при помощи пульта. Сначала крепится карниз с моторчиком. Управлять шторой можно при помощи пульта или выключателя. Сама штора из специального плотного материала. Цвет называется серый муар. Цвет называется серый муар. Цвет называется серый муар. Цвет называется серый муар. Телевизор жидкокристаллический, с диагодалью 37 дюймов. У него мощный процессор и есть функция Ambilight. Это внешняя подсветка по обеим сторонам экрана, благодаря которой глаза не устают во время просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот видите, переделка тут вышла за пределы вашей гостиницы. Мы смотрим, что там за небес. Так хочется. Пойдемте посмотрим. Проходите. Ух ты! Потрясающе. Куда мы попали? Вот это да. Я и сама не знаю, куда мы попали. Посмотри, как вкус восстановления. Это наша тема, Дима, наша тема. Да, небо у вас. Закатное, а может рассветное. Даже звезды. Но до звезд мы еще не долетели. Здорово. Тут у вас диван, он раскладывается. Превращается в кровать такую хорошую. Ух ты! Вот это да. Тут у вас... А у меня ощущение сложилось, что это продолжение комнаты туда дальше. Да, это другое пространство уехать. Необыкновенно, замечательно. А вот здесь еще рыбок не хватает, чтобы еще... Ну, туда рыбки не влезают. А вместе с пузырьками. Тут так пузырьки. А что же это? Что это? Ну, это такая вот водно-пузырьковая панель, новые технологии. А тут обратите внимание, у вас такой вот из матов складывается подиум, а маты эти как пазлы. У каждого своя ниша. Какие ниши? Правда? Ну, вот вы таким же. Каким же можно рассвет? Можно их убирать, а можно... А почему же они вот туда убираются? Да. А можно не убирать, если у вас... У вас есть кому лазить, тут вот Слава уже пошел. Нет, ну, все, все, все нацелено... А, это вот эти тоже вытаскиваются? Да, да, тоже. На экономе пространства. То, что было немаловажно для нас. Я даже не понимаю, куда нужно смотреть. Мама! Здесь не хватает глаз, не хватает просто... Нет, ну, конечно, вот эти вот зеркала такой объем дают. Сразу расширяются пространства. Да, сразу комната расширяются. У вас вообще пространство перевернуло. Да, и кажется, комната такая большая. Ну, теперь фокус-фокус вам покажу. Да. Нажимаете, и у вас поехала штора. То есть можно и днем создать пульт. И у вас, самое главное, есть пульт. То есть можно лежа на диване закрыть, опустить. То есть это еще и пультом управлять? Да. Представляете? Вот это да. Можно ли? Пожалуйста, пожалуйста. Опа! Треневка. О, вот она увесистый. Смотрите, как он. Да, он тяжелый, да. Вот, а диван просто один на себя и вперед, мне кажется. Опа! Хороший какой? Нет. Нет? Хороший. Да, вот так, вот, так, да, вот. На, на, раз. А, вот. Вот, пожалуйста. Мама, можно ли я сегодня тут буду спать, ладно? А, хорошо. Конечно, Ваня, хорошо. Вой комнате. Зал как? Да. О, ты. В гости придут? И что вы? Они просто. Я хочу сказать, что... Какая ассоциация? За окном унылый двор. Как и большинство наших дворов. Унылый пейзаж. Скучный, приевшийся. Неоригинальный. А дома целая вселенная. Все здесь, начиная от травки, начиная от зеленого цвета, вот этого светлого, который любим мною. У меня и кухня в таком же тоне, совершенно просто переход, замечательно, спасибо за этот цвет. Небо голубое. Это наше родное небо. Звезды. Звезды. Вот стихия вода, огонь у нас, свет. По разных, совершенно, в разных вариациях. По разных вариациях. И выход в космос. Потому что вот она, летающая тарелка, мы на ней, наверное, и отправимся в космос. Ну, здесь есть шансы назад-то вас заполучить. А то, действительно, да. Ну, значит, так мы. Мы всегда летали в космос, а теперь вот и воплощение уже своеобразное у нас дома. Ну, мы все-таки опасались, что слишком смело. Дима, как будто. У меня, вот, когда я сюда зашел, впечатление, как вот при первом прыжке. Когда первый раз выпрыгаешь из самолета, сначала, вроде, закрываешь глаза, а потом открываешь и чувствуешь, что тебя что-то держит. Потом начинаешь оглядываться по сторонам и ощущать, что уже ты летишь. И видишь по сторонам вот это вот голубое небо. И вот такое же ощущение вот сейчас вот здесь. Когда зашли в эту комнату, такое приятное чувство радости. Просто на душе приятно. Ну, скажите, вот все-таки не испугала вас такая необычность? Ведь очень необычное пространство у вас получилось. Оно как-то перевернуто, как-то разбито. Оно совсем необычная комната, да, вот раньше. Здесь было четырестяный потолок, пол. А сейчас? Я даже не знаю. Учитывая наш образ жизни, вот наши мечты, наши характеры, это очень близко и родное. То есть шока нет, есть ощущение вот своего, но в то же время волшебного, воздушного, другого, выходящего за пределы наших представлений. Это наше. Такого нестандартного решения я просто не видел никогда еще. И я предполагаю, что это будет удобно. Но покажет время. Третье ощущение, то, которое я почувствовала. Третье, наверное, по силе моей жизни. Первое, как Дима говорил, когда-то первый произошедший прыжок с парашютом. Второе ощущение необыкновенное – это рождение детей. Вот. А третье по силе. Это вот сегодняшняя комната. Ну что ж, я вам, я желаю хорошо себя здесь чувствовать, наслаждаться жизнью, друг другом, как это у вас здорово получается. Ну и спасибо вам большое за участие в нашем проекте. И вам спасибо большое, что вы такое удовольствие нам доставили. Еще один подарок – фильтр для воды «Аквафор». Он очищает воду от хлора, других вредных примесей. При помощи уникальных волокон «Аквален». Это новая российская разработка. Так что, пожалуйста, на здоровье пейте чистую воду. Спасибо. Спасибо. И, наконец, подарок от немецкой фирмы «Томас». Моющий пылесос «Томас Твин ТТ». Он оснащен аквафильтром, который не только пыль удерживает, но и воздух делает чистым и свежим. Пожалуйста, пылесосите. Спасибо. Будем пылесосить. Можно было бы сказать, что главная задача этого интерьера – удивлять и даже эпатировать. Но это была бы не вся правда, потому что с такой же уверенностью можно утверждать, что эта комната вполне функциональна, довольно удобна, мобильна и многолика, благодаря разным режимам освещения. И что уж точно не вызывает сомнений, так это то, что здесь никогда не будет скучно ни детям, ни взрослым. А это иногда самое лучшее, что можно сказать об интерьере. Это была программа «Квартирный вопрос». Своими впечатлениями об этом проекте вы можете поделиться на форуме нашего сайта. Также рекомендую заглянуть в рубрику «Моя переделка». Там объявлен конкурс. Автор самой оригинальной переделки, самого оригинального ремонта, получит ценный приз – кухонное плиту. А я с вами прощаюсь до следующей программы. До свидания. Если вы хотите пригласить «Квартирный вопрос» к себе, заполните заявку на официальном сайте программы переделка.тв. Или пришлите письмо о себе, своей семье и доме по почте. Москва, 127-427, улица Академика Королева, 12, НТВ «Квартирный вопрос». Вот и видео приветствуется. Обратите внимание, сделано в Германии. Далшис Томас. Здравствуйте. Это программа «Квартирный вопрос». Я Наталья Мальцева. Семья наших сегодняшних героев Елены и Дмитрия Ефимовы дважды военные. Дмитрий – подполковник ВДВ, Елена – сержант. Познакомились при исполнении служебных обязанностей. Дмитрий, тогда еще молодой лейтенант, сразу по прибытии в полк был отправлен на прыжки с парашютом. Там ее увидел Елену, которая тоже сдавала норматив. Прыжок для обоих получился затяжной. От первого знакомства до свадьбы Дмитрия и Елену отделяли целые 6 лет. Лена говорит, что семья – дело серьезное. Чувства нужно проверять. Доказательства успешной проверки налицо. Шестилетняя Варя, трехлетний Тима и двухгодовалый Святослав. Дети подполковника и сержанта любят играть в десантников и мечтают о прыжках с парашютом. Все прыгают, а я прыгаю. Мне никогда не страшно. Я... 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 Если тебе никогда... если ты говоришь «никогда не страшно», значит, тебе ничего никогда не страшно. Волк тем ты боишься? Ах, да. Лена и Дима считают, что дети – их главная семейная ценность. В садик малышей не отдают принципиально. Родители не хотят пропустить ни одного дня их детской жизни. Ради детей Лена оставила службу писаря-чертежника в разведывательном полку ВДВ и повесила в шкаф военный китель. Но не оставляет надежду вернуться в строй. Не устает вспоминать, что военной формой гордились и ее дед-артиллерист, ветеран войны, и отец – подполковник танковых войск. После службы, приходя домой, он ее не снимал. И он брал меня за руку, и мы шли гулять. И мы шли по городу, и мы с ним распевали военные песни. Потому что в те времена, в 70-е годы, носить форму было престижно. Я думаю, что времена, когда это вернется, наверное, скоро придут. Дмитрий родился в селе Яблоневый овраг Самарской области. В его семье военных не было. Однако в 10-м классе он принял решение поступать в Рязанское высшее командное училище ВДВ. Чтобы подготовиться к службе, раздобыл кирзовые сапоги и бегал в них по 7 километров в день. Сейчас Дима – подполковник, служит в штабе ВДВ. И хотя любви к армии не потерял, все-таки не так давно принял непростое для себя решение – увольняться и искать работу, которая лучше оплачивается. Жалко уходить из армии. И если бы оплата была более достойная, даже вопросов бы не было остаться в армии и продолжать служить дальше. Лена и Дима говорят, что военная выучка и дисциплина очень выручают в повседневной жизни. Любые домашние проблемы воспринимаются как задача и только. Когда в выходной маме нужно выспаться, папа умеет по-военному быстро увезти детей на прогулку. Вот недавно Лена даже смогла найти время на исполнение давней задумки. Вместе с дочерью Варей украсила стену кухни великолепной картинкой. Ну, это семья побратимов из Африки. Вот видите, здесь папа с сыновьями и мама с дочкой. Они тоже носят камуфляж. И для нашего северного окна, в общем-то, самый подходящий пейзаж Африка. Солнце, тепло. Даже если внезапно нагрянули гости, а такое у Ефимовых случается, растерянности в многодетной семье не наблюдается. У них всегда на готове фирменный рецепт. Пицца по-русски. В ход идет все. Особенно хорошо себя показали летние-осенние заготовки. Грибы и овощи. Что-то испечь эту вкусную пиццу. Нам измазаться в тесте пришлось. Пусть попробует и удивиться все, кто смотрит квартирный запрос. Ну вот, в общем-то, и все, что требуется от героев нашей программы. Появиться, рассказать о себе и попрощаться. Готовы прощаться, Дима? Готовы. Да? Готовы. Волнение есть? У меня есть волнение. А, вот и будем. Есть. У Лены нет. По поводу чего волнуетесь? Ну как, я покидаю свой дом. Оставляю. Непонятно. Ну, что будет, да. Вдруг переделывать придется. Ну, хотя бы ясно, что переделка ограничится вот этой комнатой. Да? Только это успокаивай. Да, дальше не пойдем. Лена, ну, а у вас какие ощущения? Чего бы хотелось? Вы знаете, у меня ощущение предвкушения, как у ребенка, праздника, подарка, удивления. Я думаю, что все будет отлично. Я в этом уверена. И я ожидаю, что это будет комната уютная и современная, и далека от стандартов. Так хочется уйти от кухон. Чего-нибудь новенького, да? Да. Но это мы вам гарантируем. А все-таки вот постелью. Есть ли у вас какие-то предпочтения или то, что вы не любите? Пусть будет все, что угодно. На самом деле, да. Открыто для всех предложений, да? Хотелось бы, чтобы светло было. Светло, чтобы не было вот такого темного помещения, да? А скажите, ну, а по функциям? Вот что происходит в этой комнате? Для чего она? Ну, эта комната, здесь мы принимаем гостей. Вот, и если кто-то задержался, то чтобы они могли здесь расположиться на ночь. Ну, вот у вас есть какие-то планы, я так понимаю, поскольку дети подрастают, у вас их трое, девочка и два мальчика. А как в связи с этим эта комната будет работать? Скорее всего, мы пожертвуем своей комнатой. Своей спальней. Своей спальней. И таким образом вы приедете сюда, в эту комнату, и это будет ваша спальня в том числе, да? Да. Гостиная спальня. Ну что же, это нам тоже придется учесть. В общем-то, все понятно. Вы открыты для всех предложений, у нас есть уже определенные предложения, которые вы одна тоже увидите, когда уже вернетесь. Мы открыты всем ветрам, и какой из них к нам залетит, мы узнаем позже. Да, ну посмотрим все-таки, понравится вам или нет, а сейчас давайте прощаться. Давайте. Ну, всего хорошего, до свидания. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Куда мы вас выселяем, скажите, пожалуйста. Мы будем гостить, у друзей и у родственников. У друзей и у родственников, да? А еще у нас стоят прыжки с парашютом. Прыжки с парашютом. Да. Постараемся это снять. Всего хорошего. До свидания. Пока, 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 счастливо. До свидания. Пока, Тима. Итак, вот она наша гостиная. Какие ощущения, какое впечатление от территории? Хорошая гостиная, хорошая пропорция, светлая, очень такая. Ну, не вагончик, во всяком случае. Умена, конечно, очень. Да, даже немножко такое квадрат утяготения имеется. Чистенькая, вибрия немного, так что у нас не много не придется. Да, и в этом смысле есть. Ну, в принципе, обычная. И наши герои сами сказали, что слишком все обычно, а хотелось бы чего-то необычного. Ну, мы освежим. Люди военные, приготовленные. Да, вы испытали еще одну, да, приготовили. Поэтому будем освежать. Что это будет? А будет у нас вот что. Мы заготовили такой вот эскизик, несколько футуристичным. Да, ну, как всегда у вас непонятно, где пол, где потолок, все смешалось. Будем работать с пространством, будем расширять его, раздвигать, трансформировать. Вообще комната будет как-то расходно. То есть будет подиум, который будет храниться у стене. То есть в смысле вот тех задач, которые нам обрисовали Дима и Лена, да, что это и гостиная, и спальня в будущем тоже, да? Да, здесь у нас нормальный диван, который раскладывается, превращается в нормальное спальное место. То есть как спальня вполне может использоваться это помещение. А кроме того, здесь можно и как игровое, и в принципе, можно даже танцевать, почему бы и нет. Ну, есть ниши, которые как-то прикроватные тупочки используются, есть стеллажи, в которых есть место для секретера. То есть с точки зрения функции здесь все нормально, несмотря на такое игровое, вот несколько необычное. И вот такой декор, что вы имели в виду? Почему вот такое родилось? Ну, мы все-таки рассчитываем, что в дальнейшем профессия военных будет больше направлена не на освоение гостей. Не на землю, а на землю. На все высшивышенные. На вселенных пространствах. Надеемся, что дети, которые будут расти в этой семье, они уже... Уже сейчас начнутся... Уже начинаем их воспитывать. Ну что ж, интересные мысли, конечно, да, и декор такой вот необычный. Интересно, посмотрите, как это будет выглядеть в реальности. Посмотрим. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От старого окна избавляемся. Будем ставить новое пластиковое с двухкамерными стеклопакетами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По замыслу геометрия стены потолка в нашей футуристической области, гостиной должна получиться сложной. Из направляющих и фанеры мы соорудили каркасы под нишу и потолочную конструкцию, в которую будем встраивать свет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось обшить каркасы гипсокартоном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь шпаклюем мелкие неровности. Готовим стены и потолок к покраске, а одной из стен задуманно украсить фреской. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приступаем к покраске. Потолочный короб покрываем матовой водоэмульсионной краской. Цвет называется фиалковый сюрприз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стены, но не полностью, красим в нежный салатный оттенок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На стену, где чуть позже должна появиться фреска с изображением неба, монтируем светодиоды. Они создадут эффект звездного неба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий этап – монтаж зеркал. Они серебряные, толщиной 4 миллиметра, и вырезаны точно по нашим размерам и форме. Крепим их на жидкие гвозди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец приступаем к монтажу фрески с видом закатного неба. Она займет не только стену, но и часть потолка. Полотна наклеиваем, как обои, на флезелиновый клей. Чтобы стыки были менее заметными, делаем края полотен неровными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вот наши художники серьезно поработали с этой стеной. Получилась такая необычная, очень красивая стена, и часть потолка даже занята фреской. Именно фреску здесь воспроизводили. Технология называется фреска, она даже запатентована. Суть ее заключается в том, что на флезелиновое полотно наносится тонкий слой штукатурки, а потом методом фотопечати можно нанести любую фотографию, любой рисунок. В нашем случае это фотография такого вот закатного неба. Ну и последний этап, это при помощи специального раствора делают вот такие трещинки, кракелюры, чтобы добиться полного эффекта фрески. Мы добавили еще лампочки светодиодные, они обозначают, имитируют звезды на нашем закатном небе. Ну и вот эти ниши, они, как и было задумано, предназначены для пуфов. Каждый пуф вставляется как пазл в свою нишу и вынимается по мере надобности, если нужно разместить гостей или просто хочется на полу посидеть. Такой потолок придумала моя мама. Она всегда внимательно относилась к тому, чтобы наполнить дом красотой и продуманными деталями. И действительно, часто нужно совсем немного, чтобы вокруг стало красивее и приятнее. А вот забавный комод. У него ящики закрываются не по одному, а все сразу. Вот здесь сбоку такое охранное устройство из прошлой жизни. Это старинный шкаф 18 века. Видите, здесь даже ручки нет, он закрывается на вертушку. В Италии всегда было стремление сохранить приметы прошлого. Ухаживать, чистить, хранить старинные вещи, живя при этом в настоящем и будущем. Прошлое не должно связывать нам руки, но и забывать его нельзя, оно многому учат. Квартирный вопрос переделывает гостиную для семьи военных. Сейчас начинается монтаж света. Источников, как и вариантов освещения, в этой гостиной будет много. В зеркальные ниши закладываются светодиоды в прозрачной оболочке. За потолочной конструкцией размещается неоновая подсветка теплого белого цвета и ультрафиолетовый неон. В нишах на потолке – люминесцентные лампы. Еще один этап декора стен – белые полосы. Наносим их при помощи малярного скотча поверх зеленой краски. По задумке наших дизайнеров, этот прием должен объединить и упорядочить сложную архитектуру стен. Приступаем к укладке, коврового покрытия. Сначала мягкая каучуковая подложка. Она увеличит шумоизоляцию и продлит срок службы покрытия. Да и ходить по нему будет мягче и приятнее. Теперь раскладываем сам ковролин. Он с высоким ворсом, сделанный с полиамидом. Начинается монтаж водно-пузырьковой панели. Сначала крепим подложку, лист зеркального пластика, для придания конструкции дополнительной глубины и объема. Теперь саму панель из оргстекла. Емкость заполняется дистиллированной водой, чтобы на стенках не было осадка от кальция и других примесей. И вот она наша водяная стена, водно-пузырьковая панель, замкнутая система на дистиллированной воде, тонкое немецкое оргстекло, практически никакого ухода не требует эта система. Подсвечена у нас она голубыми светодиодами, такое вот космическое, футуристическое ощущение создает в комнате. По обеим сторонам от этой панели зеркальные ниши, которые тоже украшены светодиодами. Ну уж точно будет чем удивить наших героев, Лену и Дмитрия, тем более детей. А сейчас хозяева этой гостиной находятся при исполнении, совершают тренировочные прыжки с парашютом. Несет какой-то прыжок, я до сих пор не понимаю, как это все раскрывается, как это все распаковывается. Это ощущение свободы, ощущение неизведанности, когда кроме прыжка за спиной у тебя больше ничего нет. И надежда вся только на него, на тот прыжок, который ты сам уложил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уверена, что это будет уютно, и это будет соответствовать духу нашей семьи. Самое главное, можно так говорить, чтобы было побольше света, и было ощущение простора. Нам нужен спортивный, легкий, удобный вариант. Я думаю, что так и будет. Я чувствую это. Уже желающие записывать, мы уже присматриваем турникет, чтобы поставить перед входом дверь. Вот сейчас никак не можем сойти с на стоимостью, какая будет за посещение. Мне нравится реакция людей. Я просто удивляюсь, когда взрослые люди вот так вот закрывают на 40 комнат. Правда, столько счастья, как будто не со мной происходит это, а именно с ними вы несете такую радость. Не только нам, но и всем, кто нас знает, и кто окружает нас. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Квартирный вопрос переделывает гостиную для семьи Ефимовых. Сейчас по плану монтаж двери и сборка мебели. Для экономии пространства мы ставим подвесную раздвижную дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По обе стороны от дверного проема монтируем мебельную систему под названием «Лофт». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тумба под телевизор из ламинированной ДСП серебряного цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На входе в нашу гостиную мы установили вот такую раздвижную дверь. Она держится на потолочной рельсе. Сама конструкция – это алюминиевый каркас и вставка из матового пластика «Белый лед». По обе стороны от двери стеллажи, модульная система, алюминиевые стойки, а на них крепятся уже всевозможные полочки и ящики. В нашем случае это стеклянные полки, а вот такие ящики со стеклянными фасадами в алюминиевых рамках и ящики с глянцевыми красными фасадами. Все очень строго, лаконично, в соответствии со складывающимся стилем нашей гостиной. У нас даже привычных портьер здесь не будет. Вот сейчас будем крепить на окно ролл-штору на электрокарнизе, который управляется при помощи пульта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала крепится карниз с моторчиком. Управлять шторой можно при помощи пульта или выключателя. Сама штора из специального плотного материала. Цвет называется серый муар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Телевизор жидкокристаллический, с диагональю 37 дюймов. У него мощный процессор и есть функция Ambilight. Это внешняя подсветка по обеим сторонам экрана, благодаря которой глаза не устают во время просмотра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Все-таки, насколько это соответствует первоначальной вашей фантазии? Ну, мы хотели, чтобы это был открытый фантазийный интерьер, сломать пространство, то есть сломать вообще представление о обычной квартире. О обычной комнате, да? Которая вот... Это удалось, пространство... Да, удалось, все раскрыто и искорежено. Перевернуто. Я бы сказала, было такое ощущение, что Париж где-то в космосе, да? Ну, космическую тему, да, мы и так и хотели. Ее развить не было, получилась целая стена. Мне кажется, что подрастающее поколение, которое есть в этой семье, будет еще больше раскрывать свои таланты, потому что, по-моему, подвигает к фантазиям, к скрепощаям. Мне кажется, детям точно понравится, потому что это, конечно, весело для детей, да? И потом столько возможностей, там, по ковролину ползать, вынуть ваши вот эти замечательные маты, пазлы, да? Ну, конечно, сложить пазлы, это же нормально, для детей просто удовольствие. Подиум такой вот, да, по нему тоже полазить по полу. Несмотря на это, все-таки достаточно функционально, то есть есть столожи для хранилища, раскладывающийся диван, подоконник, на котором можно рисовать. Телевизор, в общем, который можно смотреть. Тоже пригодится. Причем с подсветкой. Ну, я согласна, что с точки зрения функции мы соблюли все, что необходимо, но мне кажется, и с точки зрения декора интерьер очень мобильный, потому что много ниш. Вы запланировали эти ниши, их можно использовать? Да, конечно, эти ниши можно использовать совершенно по-разному. То есть хотите там что-то поставить, какие-то бытовые, декоративные предметы и так далее, а можно использовать для каких-то детских поделок, рисунков и так далее. Да, все, что хочется, да? Да, конечно. И приятно, что это все можно менять, все это может трансформироваться. Ну, так же, как этот Пудин, ну, даже вот освещение здесь, семь режимов. Да, семь режимов. Да, достаточно обычного, когда вся семья сидит, читает там вместе. До абсолютно фантазийного, вечернего, когда пространство изменяется и зовет в полет. Да, то небо тут, понимаете, разверзлось, то вода вот куда-то там течет, дневни совета. Да, в это время можно прочитать какую-нибудь приключенческую книжку. Да. Ощущение вечера, полет, сплотить все. И космические какие-нибудь приключения, например, хорошо пойдут, да, здесь легко себя представить. Это и будет неким центром вселенной для этой семьи. Самое главное, чтобы семья была вместе, чтобы... Ну, в общем, вот такая вот вселенная для них, они ее центры, и пусть как хотят, так и вращаются. И вращаются, да. Что же, герои наши Лена, Дмитрий и их дети после рекламы здесь появятся и скажут нам все, что они думают о своей новой гостиной. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Противоположная стена тоже будет украшена, не совсем обычно. Там появится панно из струящейся воды. Но пока мы продолжаем обустраивать эту гостиную, я приглашаю вас побывать в Италии, в Тоскане, а в гостях у знаменитого винодела, маркиза Ламберто Фрескобальди. Эти виноградники в нескольких километрах от Флоренции, как и многие гектары виноградной лозы в Тоскане, собственность маркиза де Фрескобальди. Это сам маркиз в пиджаке и белом воротничке объезжает свои владения. Не на коне, правда, а на мотоцикле. Он предпочитает лично осматривать лозу, в данном случае Санджо Везе, самого типичного для Тосканы винного сорта винограда. Лозу необходимо стричь и вообще ухаживать за ней, как за ребенком. Потом, попозже, надо будет пройти и оборвать листья, чтобы каждая гроздь была на солнце. Листья обрываются, чтобы гроздь освещалась солнцем, а в дождь и ветер орошалась и продувалась. Ненужные побеги тоже удаляются. Здесь две гроздья. Одну придется снять и выбросить. То есть делается прореживание. Такая селекция довольно жесткая. Для чего? Ну, для того, чтобы мы открывали бутылку вина, и вино приносило бы истинное наслаждение и тепло. Не только нашей земли, но и людей, которые здесь работали. В вине должны чувствоваться любовь и душевное напряжение. Раньше виноградники принадлежали отцу Ламберто. Еще раньше его дедушки, прадедушки. Всего 30 поколениям Фрескобальди. Так что любовь к вину и винограду у Ламберто перешла от предков. Вместе с винными погребами и настоящими фамильными замками. Один из них, Нипоцано, заложен еще в 12 веке. С тех пор замок много чего претерпел, перестраивался, был разрушен во время Второй мировой войны и только несколько лет назад окончательно восстановлен. Реставрация была консервативной. Это значит, сохраняли все, что можно было сохранить. Полы уложены много веков назад. Поэтому, разбирая их, мы нумеровали каждый кирпич и по окончании реставрации укладывали на прежнее место. Сделаны кирпичи из тосканской глины, которую обжигали при температуре 1000 градусов. После этого кирпич приобретает особую прочность и получает название Котто, от слова терракотто, обожженная земля. Это, кстати, одна из достопримечательностей Флоренции. Недалеко отсюда есть городок Импрунетто, известный своими печами для обжига именно таких кирпичей. Потолки мы не трогали. Балкам уже больше 500 лет, но они прекрасно сохранились. Просто используем льняное масло и средства от древесных жучков. Постоянно в замке никто из семьи не живет, а зато часто принимают гостей. Стол накрывается несколько раз в неделю. Сервируют просто даже по-деревенски. Клечатая скатерть, белые тарелки, цветы и бокалы из стекла. По мнению Маркеза, пафос в сельской местности ни к чему. А вот свежая и вкусная еда – это обязательно. Ветчина. Самое вкусное, что только есть на свете. Правда? А если на диете ветчину есть можно? Да, но не часто. А вы, я смотрю, похудели. У вас глаза стали больше. Нет, правда. А что сегодня у нас на обед? У нас запеканочка, потом клетки со шпинатиком и шницелечек из телятины. Значит, можно идти за стол. Напитки к столу винодел Фрискобальди всегда проверяет лично. Вино очень... Для чего нюхают пробку? Пробка привносит и на раз ненужные ароматы. Лучшая пробка – та, которая ничем, кроме вина, не пахнет. Иначе вино может быть испорчено. Наливаем вино в бокалы. Оно должно подышать, чтобы раскрыться. Сбалтываем. Если есть навык, это делается так. Если нет, можно поставить на стол. Так проще, вернее. В конце-то концов, результат один и тот же. Маркиз, с подобающей титулу неспешностью, показывает родовое гнездо. Анфилада комнат, гостиные, столовая с камином. Повсюду семейные фотографии. Красиво и с достоинством члены семьи позируют для потомков. Вот очень милая фотография. Все женщины нашей семьи. Моя тетя, сестра, жена, мама, еще тетя, двоюродная сестра. Словом, очень важные персоны в нашем доме. Интерьеры почти музейные. В оформлении старательно придерживались симметрии. И не скупясь, размещали живопись. В этой парадной гостиной интерьер выстроен вокруг камина. Справа и слева от него одинаковые по форме дверные порталы, диваны, кресла и торшеры. В соседней комнате такая же классическая композиция вокруг дивана. А в следующей в центре не только диван, но и фамильный герб. С обеих сторон консольные столы, картины и лампы. Оживляют интерьер цветы, поленье в камине и подставка для дров, сделанная из бочки. Здесь все говорит о том, что это гостиная виноделом. Когда бочка старая, в нее больше нельзя наливать вино, ее распиливают пополам и используют для хранения дров. Такая маленькая экономная хитрость. Гордость хозяев именитые гости. Они не только дегустируют вина, но и трудятся на семейных плантациях. Это принц Чаррис. Он сажает оливковое дерево. Очень трогательная сцена. Каждый год мы отсылаем ему бутылку масла с этого дерева. А вот грамота в память о визите сюда королевы Нидерландов. Она, кстати, своими руками посадила виноградную лозу. А это Майкл Дуглас и Кэтрин Зетта Джонс. Кстати, она англичанка, но прекрасно разбирается в итальянских винох. Но настоящая жемчужная замка. Ламберто Фрискобальди считает погреба. Здесь все вина гранятся в дубовых бочках из Франции. Вот, смотрите, здесь надпись «Средняя обжарка». Причем здесь обжарка, при том, что все бочки обжигают изнутри. Дело это не простое, а прямо-таки деликатное. Обжарка может быть сильная, средняя и слабая. В зависимости от степени обжарки вино приобретает различные качества. Недалеко от замка дом, в котором Ламберто вырос. Из всего дома он разрешил нам показать только две детские. Они сохраняются такими, какими Маркес помнит их с детства. Он говорит, что сохранять историю семьи в интерьерах – это очень сентиментально и очень по-итальянски. Это моя комната. Здесь я рос до 12 лет. Мне рассказывали, что перед тем, как меня привезти в комнату, срочно покрасили в небесно-голубой цвет. Цвет мальчика. Здесь две кровати на случай, если останется ночевать кто-нибудь из друзей-приятелей. За этим столиком я занимался. В ящичке у меня лежали карандаши, ручка. Это были годы начальной школы. А вот еще комод. Знаете, ведь у мебели есть свой голос, когда открываешь ящик или дверцу. Когда я слышу этот звук, я вижу себя маленьким мальчиком. У всего есть душа. Рядом с детской – ванная комната. В ней минимум современных технологий, зато есть типичный для Тосканы деревянный шкаф под умывальником и даже старинный кувшин. Этот кувшин из нашей прошлой жизни. Когда-то люди умывались именно так. Водой из кувшина поливали над тазиком. Он, конечно, симпатичный. Здесь нарисованы цветы, но умываться удобнее все-таки из-под крана. У нас большая ванная, признаться, даже очень большая. Здесь есть все – душ, ванна, здесь есть даже диван. Хочешь – посиди, поболтай прямо в ванной. Хорошая ванна, скажу я вам, дает очень мощный заряд положительных эмоций. Вторая детская принадлежала младшей сестре Ламберто. В ней все традиционно. Балки выкрашены в белый цвет, потолок расписан простым растительным узором в тему изголовья кровати и обивки кресла.